Привет тебе, зритель! Ты находишься на канале Евгения Трунова. Здесь мы говорим про психологию, анализ поведения, педагогику и прочие смежные дисциплины. Я решил в этом выпуске поговорить про садизм, что является его основой, что лежит в корне этого явления. Насилие и садизм так сильно уродуют психку, что способны даже дистанционно как бы исказить личность человека. Я имею ввиду, что порой даже те, кто никогда особо с этим не сталкивались, они находятся в некотором шоке, когда узнают что-то подобное. Тяжело себе представить, что есть те, кто может мучить других просто так. И если спросить, почему так происходит, то вопрошаемый начинает пускаться в долгие, сложные, путанные и порой совершенно оторванные от жизни рассуждения. Другими словами, бьется с невидимым врагом. Так и я в свое время бросался метафорами про отбор жизненной энергии, восприятие себя вампирами или отходниками. Короче говоря, занимался антинаучной ерундой. Как мне кажется, в этом плане еще очень большой вред приносят фильмы и сериалы про разного рода маньяков, которые формируют совершенно неправильный и романтизируют образ всех этих людей. То есть неправильно они, как мне кажется, где поступают. Ну, неважно. Еще часто про садистов говорят так, что они самоутверждаются таким образом, доминируют. Но что такое самоутверждение? Как это понять в рамках преступлений, которые совершают серийные маньяки? Разве они думают про себя? О, пойду-ка я сегодня посамоутверждаюсь. Наверняка там внутри у них происходит какая-то совершенно другая история. Теперь я понимаю, что садизм – это контроль, интерактивность вкупе с первичной сенсорной стимуляцией. Я не зря выбрал именно эти три параметра, так как нам нужна строгость и конкретность в формулировках. То есть нам нужно от философии и всякой лирики уходить в более точное определение явления. Под контролем понимается возможность манипуляции и управления объектом. Под интерактивностью – возможность изменять состояние объекта, получать от него обратную связь. Под первичной сенсорной стимуляцией имеется в виду, что состояние объекта способно вызывать у человека, у насильника грубо говоря, да, маньяка, достаточно яркие, но несложные ощущения. Разрезать дождевого червя гораздо веселее, чем веревочку, так как он интерактивен. Но это приносит недостаточно сенсорной стимуляции. А вот если разрезать маленькую змею, то и результат будет куда более красочный. Про контроль и издевательство над теплокровными и высокими существами, высокоразвитыми, я вообще молчу. Очень часто борцы за моральные устои любят атаковать компьютерные игры. Мол, они полны жестокости и насилия, учат плохому. Хотя если внимательно почитать социологические и психологические исследования, то можно будет заметить, что корреляция скорее отрицательная. То есть там, где люди достаточно активно играют в компьютерные игры, насилие и преступления жестокие скорее стремятся к нулю. Однако есть тут и некоторый общий момент. Возможно, вы уже задаетесь вопросом, а к чему вдруг я так резко сменил тему и как одно связано с другим? Ну вот сейчас попробую вам раскрыть эту связанность. Компьютерные игры так заманчивы именно из-за того, что тоже удовлетворяют трем озвученным критериям. Контроль, интерактивность, сенсорные переживания. Другое дело, что уровень сложности этих параметров там гораздо выше, а также есть запрос и к социальному началу в человеке. А садист не любит посторонних, так как они мешают забавляться. И вот теперь самый важный момент. Ключевой пункт, к которому мы переходим. У человека зрительный тракт проходит вблизи центров, которые отвечают за вознаграждение. Так называемое reward system. Скорее всего массированный поток импульсов по зрительному тракту раздражает reward system, и человек, как говорится, не может оторваться от экрана. То есть его влечет. Он хочет и дальше что-то наблюдать. И подобное поведение, в принципе-то, мы можем видеть и у садистов. То есть им хочется повторять тот опыт, который они получили. Я как-то слушал подкаст «Страдающие средневековья», и ученый-историк рассказывал, что уже тогда в Middle Ages вожделение связывали с разглядыванием. Ну, он в первую очередь имел в виду, конечно же, половое возбуждение и романтику, но в принципе уже тогда люди понимали, что зрение, разглядывание, оно распаляет страсть. Поэтому мы так сильно зависимы от разглядывания. Если у человека снижены эмпатия и общий уровень интеллекта, то весьма вероятно, что ему будут приятные разного рода сцены насилия. Наличие у человека ID-FIX только добавляет бензина в топку, но это уже совсем клиника, так как таким образом может возникнуть, например, навязчивая идея гомицида. Здесь же кроется и другой секрет, почему маленькие дети так любят вау-эксперименты и детские научные шоу, особенно если им дают возможность самому что-то сделать с материалами, либо каким-то образом поучаствовать. С другой стороны, видимо, в этом есть и некоторое эволюционное преимущество. Мы бы не стали доминирующим видом, если бы не испытывали интереса к результатам своих воздействий на мир. Приятно сделать дело и потом оглянуть полученный итог. А уж методы и цели у каждого свои. Вместе с тем я не отрицаю силу воздействия воспитательной среды. Конечно же, в первую очередь семья формирует ребенка. Но мы же понимаем, что за словами «формирует ребенка» скрывается предложение «формирует особенности функционирования мозга». К тому же не нужно забывать про наследственный фактор и различного рода факторы, влияющие на ребенка в ранние периоды его жизни. Это тоже очень сильно изменяет мозг. И напоследок, что я хочу сказать, нам в таких вещах очень важно вообще уходить от разного рода философствований в медицину. Потому что медицина – это надежный и проверенный способ изучения подобного рода непростых явлений. Продолжение следует...